Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост» выпускает свой очередной, какой уже по счету альбом? 17-й. Ох, не хватило пары дней и трех ночей, чтобы выродило не... Трудотворные ребята. Хорошие. Был записан на деньги, как сейчас модно, от краудфаундинга. Че, серьезно? Да. Блин, вот повелось-то, как мода-то, а? Собрали денег больше, чем надо, как обычно, так всегда происходит. Да хрен там, это, ну, «Калинов мост» там может быть, а обычно всякие, никто ничего не собирается. Я имею в виду БГ, я там собрал больше. Ну, БГ-то это понятно совсем. Альбом этого идею Дмитрий Ревякин вынашивал давно. Это идея, это альбом концептуальный, типа. Идея в чем? Это песня о его родном крае, о Забайкалье. «Даурия» — это старинное название края Забайкалья, собственно. А, вот оно каково. Это не просто какое-то очередное непонятное слово, которое Ревякин применил. Это название региона. Ну, как, не региона, а вот земли. Ну, знаешь, на самом деле из песен вот отдает вот это. Ну, у него всегда фолком отдает, понятное дело. Что у него не фолк-рок, а я бы даже назвал рок-фолк. Потому что рок на первом месте, мне кажется. От фолка к богу он одет. Да, в общем. Но он такой с налетом какой-то сказочности, я бы сказал. И вот оттуда отдает вот этим каким-то, я не знаю, фэнтези или сказочным краем. От вот этого альбома всего в целом. Старорусским фэнтези. Даже, ну да. Легят вороны в дальнюю даль, блестят черные перья. Новая русская фэнтези — это фэнтези в малиновых пиджаках. А ладно, хорошо, старорусским фэнтези. Сам Ревякин сказал, что кроме концептуальности именно смысловой этого альбома, ну и вот такой звуковой, как ты упомянул, они еще типа вернулись к старому ламповому звуку ранних альбомов «Калиного моста». Ну, кстати, мне звук нравится. Хорошо. Мне вообще понравился альбом. Ну, как бы я не говорю, что это какой-то шедевр «Вау», но он как-то очень приятно слушается. Ровно, ровно хорошо. То есть у меня претензий к нему нет. Совершенно с тобой слышишь. Я «Вау» никакого не испытал, но я-то с удовольствием послышал. Я, честно говоря, никакой ламповости особо такой не заметил, но он вообще не тяжелый. То есть он такой лайтовый, очень лайтовый. У «Калиного моста» есть вещи потяжелее, альбомы потяжелее есть он. Однако современное творчество Ревякина я такими представляю себе. То есть это довольно типичное последнее творчество Ревякина. Любой альбом группы «Калинов мост» построен на нескольких таких запоминающихся композициях, ну, типа «Летя ворона», да, там. И далее вокруг них нарощено еще тело альбома. Ну, приятно, что Ревякин умеет наращивать нормальное тело. То есть он, бывает, совсем мусор наращивает, а у него как-то все нарастилось такое. Ну, хорошего качества музыка достаточно. Да, но... Здесь, по крайней мере. Но по мне есть большой минус. Минус в том, что тело-то оно нарощено хорошо, но тело нужно наращивать все-таки на что-то. Тут как бы супер-хита нет. Ну, да. А тут нормальное нарощено на... Ну, хорошее. Нормальное на хорошее. И все такое нормальное. В целом неплохо. Ты слушаешь. Ну, это как встреча с любимым Бардом. Я не знаю. Вот мне немножко Барда напомнил этим альбомом. Ты как будто вот не с рок-группой встречаешься. А с Бардом? Он тебе напел. У Бардов же не важна особо мелодия, правильно? Ну, как, не мелодия, а вот именно песня. Ну, выдать хит там или какую-то отличную песню. У Барда важен текст. У Барда важна вот душевность, приятность. И вот он как Барда. Подача. Да, вот такой. Подача у него классическая, классическая ревякинская подача. Будем слушать как себя. Пусть басы слегка спят. Он тебе добро напел по одной Забайкалье. Тебе хорошо, тебе да, привет. Ну, ты один раз послушал. Будешь ли это второй раз слушать? Ну, кроме пары песен, может быть. Ну, нет, вряд ли. Почему? Ну, это нормально, обычно. Это даже русский фолк. Даже русским роком особо не зовешь. Я 6,5 как бы ей поставлю. Поставлю 6,5. Нормальный альбом. Да? Не, ну 6,5 нормальный альбом, в общем-то. Ничего. Я бы никому не стал этот альбом советовать. То есть, в плане, если хотите послушать Калинов мост, но есть альбомы более известные, как минимум с хитами. Там, вот, родная, где, там, не сберегла, там. Вместе мы с тобой, родная. Плуг-то барана. Какие-нибудь более хитовые, более старые, более известные альбомы. А это, это уже, если вот прям вам нравится Калинов мост, вам нравится русский фолк, да, конечно, послушайте. Это приятный, хороший русский фолк и продолжение дискографии Калинового моста. Не, короче, он нормальный. Просто нормально. Короче, ладно. Нормальный русский фолк. Слушаем. Калинов мост. Рюмки, шкалики пустые, Беловесельчак, Край родимый отпусти.